Подмосковье к крещению готово. В канун большого православного праздника в регионе организовали 222 места для купания с цивилизованным входом в воду и комнатами обогрева для переодевания. Из них четыре бесплатных точки расположены в городском округе. По предыдущим годам 100-150 тысяч человек приходят ежегодно. Обязанность органов власти обеспечить безопасность. Создан как региональный штаб, в который входят все заинтересованные ведомства, сотрудники МЧС, сотрудники Минздрава, сотрудники полиции, так и каждый наш муниципалитет также создал штаб. Конечно, мы ожидаем, что у нас будет большое количество людей, но мы готовы. Я хочу сказать жителям, заверить их в том, что мы обследовали все места, на которых сегодня будет происходить это мероприятие. К сожалению, анализы воды, которые были взяты на Хабино, не соответствуют стандартам, поэтому нами было принято решение, что мы в Нахабино купили, организовывать не будем. Но всех жителей Нахабино и сегодня, и завтра, в течение дня мы приглашаем, например, в специально организованное место, которое организовано возле храма Елизаветы в Апалихе. Красногорский вице-губернатор по поручению губернатора проверить на местах, все ли готово для традиционного крещенского ритуала. Первые в Иорданях водолазы для того, чтобы проверить дно. На страже безопасности в Подмосковье в этой ночи 2,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, 700 единиц специальной техники и даже беспилотники. Мы можем сделать, поднять в воздух беспилотную авиацию и наблюдать за теми событиями, которые происходят вне зоны проведения массовых крещенских купаний. Для чего? Для того, чтобы, опять же, обезопасить наших граждан, чтобы, не дай бог, люди не купались в тех местах, которые специально не оборудованы. На всех официальных площадках в городском округе ежегодно дежурят медики и спасатели. Не только в Сочельник, но и днем в само крещение. Год назад в большой православный праздник к Иорданям пришли больше пяти тысяч красногорцев.